Лучшее радио Говорит Лучшее радио в Израиле, 17 часов, в студии Роман Индек, в эфире новости. Полиция, Общая служба безопасности Шабак и прокуратура объявили о признании терактом автомобильного инцидента в Тель-Авиве, когда 8 декабря на улице Абарбанель автомобиль с палестинским водителем сбил израильского мотоциклиста. Первоначальный инцидент рассматривался как дорожно-транспортное происшествие. Во время расследования выяснилось, что водитель автомобиля, 31-летний житель деревни Сильват Али Хамат, находился на территории Израиля нелегально и на угнанном автомобиле пытался отомстить за своего двоюродного брата, который погиб днем ранее в перестрелке с израильскими военными в палестинской автономии. Религиозно-ортодоксальной партии ШАС и Яду Татара отзывают свое требование об изменении закона о возвращении и отмене права внуков евреев на репатриацию. В качестве условия для создания правящей коалиции. В ортодоксальных партиях пояснили, что решили не настаивать на этом требовании, сосредоточившись прежде всего на реформе армейского призыва. Согласно распространенной информации, представители Ликуда сумели убедить ортодоксальных партнеров заменить это требование на создание специальной комиссии по обсуждению закона о возвращении. Следователи отдела по борьбе с мошенничеством полиции Тель-Авивского округа задержали пятерых подозреваемых, трое из которых являются сотрудниками управления регистрации населения. По подозрению в том, что они продавали репатриантам из России постоянные зарубежные паспорта, так называемые «дарконы», вместо положенных им временных «лесе-пасе». В рамках тайного расследования выяснилось, что два посредника обращались к сотрудникам различных отделений по всей стране с просьбой выдать израильские загранпаспорта в обход установленной процедуры. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл сегодня в Минск на переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров прибыли в Минск ранее. Эксперты связывают личный визит Путина с его намерением добиваться более активного участия Беларуси в военных действиях против России. И сегодня ночью Россия вновь провела массированные обстрелы иранскими дронами «Камикадзе», а также ракетами мирных городов Украины. В Киевской области повредены 9 жилых домов, пострадали 3 человека по данным украинской стороны. 30 беспилотников из 35 были уничтожены силами украинских ПВО. В Кривом Роге в результате ракетной атакы ракетами С-300 погибли 4 человека. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко подтвердил, что спасатели извлекли из-под завалов разрушенного ракетой дома тело полуторагодовалого младенца. Далее прогноз погоды на завтра. Хортица Айс. Умная бутылка. Меняет цвет при охлаждении. Белое стекло становится ярко-синем. Хортица Айс. Мягкий вкус и освежающий эффект. Тебе понравится. Чрезмерное потребление алкоголя наносит серьезный вред вашему здоровью. Погода на лучшем. О погоде на завтра. Завтра в Израиле начнется похолодание, но температура воздуха все еще будет на уровне среднесезонной. Будет малооблачно, без дождей. В Иерусалиме завтра воздух прогреется до 17 градусов, в Тель-Авиве до 20. На севере страны в Хайфе 19 градусов, в Твери побережье озера Кеннерет будет 22, на голландских высотах до 20. И на юге в Бершеве 21, побережье Мертвого моря 22 и в Элате до 24 градусов. Водка Мароша. На минеральной воде горных источников. Сила природы в каждой капле. Мароша первая на минеральной. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Дорожная сводка на лучшем. В Тель-Авиве Айлон перегружена в северное направление от Кибудсголуя до Арлозров и далее от Глелот до Шмариягу Восточный. Далее на прибрежной трассе в сторону севера пробки от Гааш до Нитани. Шестая трасса перегружена в северное направление от Нахшуним до Ияль. И на 85-й трассе в восточном направлении пробки от Кармеля до Шазора. Также 65-я трасса в восточном направлении от Айрон до Ары перегружена. Это вся информация к этому часу. Следующий выпуск новостей в 18 часов. Оставайтесь на лучшем. Добрый вечер. Шалом, дорогие друзья. Мы начинаем наш вечерний специальный эфир, посвященный главным событиям в мире. Меня зовут Свизильбер, со мной в студии мой коллега Виталий Новоселов. И сегодня у нас гость в студии, пожалуйста, встречайте, хорошо вам знакомы уже, наш ученый-политолог, доктор Евгений Клаубер, политолог Тель-Авивского университета. Евгений, приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, прежде всего, конечно, я не поздравил всех с праздником Ханука, Аксамех, Агорим Самех. Вот мы уже вторую свечку зажгли. И поздравляю всех, кто в теме, всех, кто причастен, всех, для кого эти восемь дней являются праздником. И у нас накопилось очень много тем после последнего твоего появления. Мы обсуждали доктор Евгений Клаубер, если кто-то не в курсе, специалист по межэтническим конфликтам и по Ближнему Востоку. У нас накопилось очень много тем. И давай мы начнем сначала с, скажем так, самой такой интригующей темы, ну, по крайней мере, для Израиля. Это Иран. Что происходит с Ираном? Есть ли вероятность того, что народное восстание сметет ненавистный режим и там родится что-нибудь более симпатичное? На самом деле никто не называет то, что происходит в Иране иранской весной. Иранской весной, да. Персидская весна. Это персидская весна, потому что любая весна должна привести к какой-то смене режима. К зиме. Или к зиме, потому что есть арабская зима, да. Но на самом деле, если мы считаем потери, то уже с начала года, речь идет, вот только на днях проверял, порядка 490 человек погибли и около 20 тысяч раненых. То есть ситуация хаоса, ситуация выходит из-под контроля. Это данные официальные, которые иранцы подтверждают? Да, да, да. И они начинают уже казнить. Уже была вторая, вот на днях была вторая казнь. Значит, кто в этом всем виноват? Естественно, Израиль, империализм и Соединенные Штаты. Здесь Иран, он в соответствии со всеми диктатурами. Для этого не нужно быть экспертом по Ближнему Востоку. Так ведут себя диктаторы. Они считают, что всегда есть конспирация, всегда есть результат. Они не смотрят на то, что нету, что уровень жизни упал и что правительство заботит геополитические игры. Вместо того, когда цены растут и инфляция, и экономика находятся в большей проблеме у Ирана. И вот даже на днях арестовали актрису, которая в своем 38-летняя, на самом деле она там считается суперселебрити, которая в 2016 году даже выиграла Оскар за фильм, который, может быть, вы слышали. Кто-то из наших зрителей точно слышал, это Коми Виажор. Это 2016 год, это Оскар, действительно, иранское, я скажу это в скобках, иранское кино действительно совершенно бесподобное. Потому что всегда в диктатурах, всегда искусство, оно именно в тоталитарных и в авторитарных режимах, искусство процветает. Потому что в демократии искусство наоборот, когда все можно говорить, а вот именно когда нельзя говорить, когда все находится под сильной рукой, тогда надо писать между строк. Да, вот именно. И, естественно, все мировое сообщество обращает на это внимание. И вот она обратила внимание на своем инстаграме и описывала эти события. И, естественно, ее обвинили в том, что она пятая колонна, и арестовали. И вот сейчас это превращается тоже в громадный скандал. Знаешь, вот что я подумал, самый лучший альтернативный театр в своей жизни я видел в Минске. Это Belarusian Free Theater, белорусский свободный театр. Главный режиссер, естественно, политэмигрант. Он сидит в Лондоне и по скайпу, значит, ставит спектакли. Такой полный андерграунд. Причем они театром не являются, они выступают, снимают частные дома в частном секторе. Там человек 30 присутствует на спектакле. Это еще в советское время, да? Не-не-не, это вот, не знаю, 4 года назад, 4 года назад, наверное. Поэтому, действительно, вот в тоталитарных странах такой андерграундовский театр, такое андерграундовское кино. Да у нее, по-моему, порядка 10 миллионов подписчиков. Потому что мы же понимаем, что такое селебрити иранского штаба. Большущая государство. 80 миллионов. И когда она действительно влиятельна, это не, как бы, в Израиле нету даже самых крутых блогеров, у которого было, были несколько миллионов подписчиков. А тут вот такая ситуация. И, естественно, весь мир сейчас следит за тем, что происходит. А Иран, они не идут на просьбы, на требования народа. То есть идут чисто социальные требования. Они играют в геополитические. Вот мы не будем извиняться за то, что мы, там Кенани есть такой от Министерства иностранных дел иранского. Вот мы не будем извиняться за то, что мы сотрудничаем с Россией, например. Вы нам не будете диктовать. Вот такая провокация в международной политике. Но они создают этот режим, но такого режима еще не видел, с 79-го года, таких протестов. Поэтому это неизвестно, как это может закончиться. Но нету, опять же, тогда, когда нету лидера протеста, тогда, когда мы не знаем... Может быть, есть какие-то там лидеры, там, понятное дело, кто-то это организовывает. И это протест, который во многих городах Ирана. Но когда нету одного имени, которого мы знаем, это значит, что еще нету ситуации для смены Миштара, смены режима. Потому что режим не меняют массы, режим меняют только альтернативные элиты. Эти элиты, если или они сидят в тюрьме, в диктаторских режимах, или они находятся за границей, в экзайл, то, что называется, в изгнании, да, правительство в изгнании, или они находятся на территории государства и тогда ждут своего часа, или они прячутся. И мы знаем историю 20-го века, и даже не только 20-го века. Значит, это всегда, но должно быть элита, которая сменит... А почему в изгнании никто не проявляет себя как потенциальный лидер? Почему никто не проявляет себя? Ну, вообще-то там есть наследник Саха. Почему? В Ираке была... В Лондоне сидело правительство в изгнании, они приехали, как только режим Хусейна пал. Они готовы, они с рукой на пульс. Я про сейчас, про то, что сейчас происходит. Если, вот вы же говорите, что никто не проявляет... Нет лидера, да, вот. Вот я и спрашиваю, а почему нет никого в изгнании, кто бы объявил себя таким лидером? Потому что режим был настолько... Настолько... Настолько боялся такой ситуации, что даже в изгнании избавился от любой оппозиции. Вы знаете, что, например, Хизбалла очень сильна в Латинской Америке. Они там, они там, у них там есть филиалы. Именно, Хизбалла, это же, естественно, проиранская, шиитская организация. Они там борются с оппозицией, они там борются с любыми, любыми, любой критикой власти на американском континенте. Значит, да, это стратегия, тут это долгие годы, многие годы работы, и такой теневой работы, грязная работа. Послушайте, есть же наследник Шаха, Рыза Пехлеви, его тоже зовут Рыза, и он как бы... Они все готовы. У него есть амбиции, да, вернуться на престол. И в Турции готовы, я забыл, как его... Фетхула Гюлен. Гюлен, конечно же. Гюлен готов, и он в Пенсильвании живет. Гюлен уже очень старенький. Да, но у него есть миллионы, миллионы последователей, это же гюленизм, это тоже же считается как мувмент, да? Но это тоже исламист, исламизм такой, но исламизм такой с западным, с либертарианскими нотками. С западным, и либеральный, и боль, которая именно ставит на образование, ставка идет на образование, на школы, у гюленизм свои школы, свои колледжи. По-моему, Эрдоган это все уже прикрыл. Да, это уже все. Они так работают, они работают за границей тоже, это все схвачено. Причем они открывали школы не только в Турции, они открывали во всех этих тюркских странах. Везде, да. Даже в Китае. Даже в Китае. Даже в Китае там действуют. В Крыму были эти, для крымских татар были эти, юленовские школы. Они открывали просто по всему миру. Были везде эти школы. Хорошо, а вот внутри Ирана, насколько серьезен вот этот конфликт между КСИР и армией? Говорят, что вроде бы армия не в восторге от вот этих действий КСИР по поддержке России. Это действительно какой-то значимый фактор? Там есть, там есть свой, там вот нету раскола, потому что там есть свой Бенгвер. Это право радикальное. Это там есть, но он, это как бы, это из Басидж. Это Басидж. И Басидж у него, но Басидж, ну как бы мы понимаем, кто такой Бенгвер, но там Басидж, это группа милитанская, у них своя армия. Это как народная милиция. Это самая опасная ситуация. Это ситуация, на самом деле, когда не контролируется власть. Это то же самое, что сейчас происходит в процессе в России, в которых сейчас есть, на самом деле, четыре армии, да, и, как бы, ну, не переходя к России. В Иране, получается, есть регулярная армия, есть КСИР и есть Басидж. В Иране, получается, три армии. И Хизбалла четвертая. И Хизбалла четвертая. И вот Хизбалла только сегодня было заявление, что они должны укрепить свои отношения с Сирией. И Хизбалла – это очень важный игрок на Ближнем Востоке. Ты знаешь, ты знаешь, если мы давай разберем это, во-первых, мы знаем, что на Ближнем Востоке революцию обычно крадут. Ее начинают одни силы, а класть приходят другие. Хамейни – это было точно так же. Были там движущие силы иранской революции против Шаха за демократию. Это были горожане, это были студенты, это были национальные меньшинства. И на вот этой волне, лидера тоже не было, на этой волне появился Хамейни, который был, ну, не лидер, скажем так, духовный лидер, который тоже говорил демократия, 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 захватил власть и устроил диктатуру гораздо хуже. Но сегодня мы как раз таки видим, что все эти же движущие силы и студенты, и жители городов, которые сейчас стали жить просто впроголодь, и национальные меньшинства, они все объединились против режима, мы видим те же движущие силы. Получается, что действительно нужен какой-то лидер, который может это возглавить. И, ну, для меня показательно было, что они обратились к России за средствами для разгона демонстрации, может быть, даже ОМОН с Росгвардией у них попросят. Россия с удовольствием присылает своих людей для помощи в таких делах, и Россия помогает, и то, что касается ядерной программы, на самом деле, консенсус был вокруг ядерной программы, а оппозиция, это именно такие социальные требования, у них требования все, в конце концов, мы видим, что идет социальная борьба, там реально просто бедняки. Ну, они борются против хиджабов, они борются против религиозного заседания. Она тоже, она так сняла, так публично хиджаб, и на инстаграм выставила свои фотографии. Даже сестра Хаминаи выступила в поддержку протеста. Да, поэтому бывают расколы, на самом деле, бывают расколы в семьях, мы видим, в Саудовской семье не все было в порядке, в Иорданской монархии были свои расколы, даже были несколько лет назад попытки пуча, и в Саудовской Арабии не одна, и они как бы их устраняли, и многие принцы вообще терялись в пустыне, и многие пропадали там, хотя на самом деле, это очень сложные системы, нам кажется, что это традиционные системы, в которых есть король, как бы монарх, на самом деле, система, которая только в Саудовской Аравии есть порядка 6000 принцев, вы можете себе представить этот террариум, как бы, да, в котором они борются и за власть, и за влияние, и за рамка, и за, ну, нефтяные, газовые доходы, там идет реальная война между кланами, и вообще Ближний Восток, это везде, не включая Иран, это прежде всего клановость, клановые, клановые отношения. Ну, я просто помню историю Турции, когда умирал султан, то у него же был огромный гарем, сженые наследники, кто-то захватывал власть, и просто вырезал физически всех конкурентов, всех остальных принцев, всех наследников, просто физически вырезали, и дальше он продолжал, значит, свою династию собственным гаремом, там, так далее. это научились потом большевики, не просто так вырезали всю семью Николая Второго, потому что, а зачем вырезать, вот зачем детей, казалось бы, да, зачем вот детей вырезать, чтобы не было наследников, да, вот именно потому, что наследник, чтобы никогда не было легитимного претендента, да, на власть, потому что он потом всегда находится, он всегда потом где-то в загранице, и в поколение, через поколение, они все равно потом где-то находятся. Всегда находятся потом какие-то силы, которые хотят на него поставить. Но при всем при этом, при всем при этом, если Иран обратился к России за помощью, значит, можно предположить, что у них ситуация выходит из-под контроля, хотя при всем при этом мы видим, что Иран совершенно не ослабляет хватку ни в Ираке, ни в Сирии, ни в Ливане, то есть можно сказать, что не хватает ресурсов? Просто когда система, вообще вся система выходит из баланса, это то, что происходит во время войны, тогда игроки позволяют себе большего. На самом деле, мы это видим, на самом деле, я прошелся по отчетам на Ближнем Востоке, отчетам погибших в демонстрациях, начиная с 2011 года, начиная с начала арабской весны, и 2022 год был самый смертный, даже для палестинцев. То есть мы не чувствуем эти, потому что можно больше, можно больше применять насилие. Когда система выходит из эквилибриума, с равновесия, тогда на самом деле другие игроки, другие государства, они реагируют. И мы видим то, что происходит, допустим, да, Иран, режим наглеет, режим наглеет, у него никогда не было, никогда не было такого, чтобы, они же всегда говорили, что мы не любим 2015, вот это, agreement, nuclear agreement, 2015 год, сделку, мы не любим эту сделку, но мы не нарушаем правила, и оно атмосферное. Сейчас они говорят напрямую, они говорят, мы увеличили производство Ирана на 60%, у нас рекордное производство Ирана. Обогащение до 60%. И они это говорят впрямую, такого не было, чтобы они напрямую это говорили. Они все время говорили наоборот, мы приезжайте, проверять, они как бы прятали, всегда прятали, а сейчас они как бы напрямую, это, то есть они вызов, как бы международный, потому что, потому что появляются новые игроки, и потому что старая система международных отношений, она как бы отходит в прошлое, и выходит на новой системе новые игроки, такие как Украина. Ну они, да, но Иран сделал ставку на Путина, Путин может, с одной стороны, сейчас он придает им уверенность в себе, но с другой стороны, именно Путин может их потянуть ко дну. Иран сделал ставку на Путина, но и Россия сделала ставку на Иран, потому что, во-первых, у них, я сейчас не говорю даже про шахиты, про дроны, а то, что это реально, и сейчас вот будет С-300 поставляться, скорее всего, тоже еще было подписано на соглашение на днях. Я говорю сейчас про, во-первых, для России нужен опыт Ирана в обходе санкций. Вот это важно, вот это российские эксперты хотят почерпать у иранских специалистов, потому что вот эти санкции, несмотря, вот столько санкций, смотри, казалось бы, 10 тысяч наименований ушли из России, начал работать нефтяной эмбарго, а все равно экономика не падает, так как думали, что она упадет. И сейчас я говорю про эксперты. Ну, все ждут накопительного эффекта, но, конечно, они как-то санкции обходят. Давай прервемся на этом, дорогие друзья, мы сейчас делаем небольшую паузу, у нас реклама пойдет в ФМ, ну, а в социальных сетях вы увидите наши промо, небольшую видеозарисовку. Я хочу напомнить вам, пожалуйста, подписывайтесь на социальных сетях, в Фейсбуке, на Ютубе, в Телеграме, подписывайтесь, а также ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, делайте репосты, делитесь нашим контентом. Нам все это нужно для того, чтобы он лучше раздавался, чтобы мы попадали в тренды, и наш контент видела как можно больше людей. Через несколько минут мы продолжим. Специальный эфир лучшего радио о главных событиях в мире. Советское кино, как любой кинематограф, включая французский, на 90% состоял из шлака. Я бы лучше послушал бы Баха. Ну, Бах, конечно, лучше, чем я, и чем Дудь. Этот фильм, предположим, говно. Вот это кликабельная была фраза. Критик, он стоит чего-либо? Ну, я стараюсь себе не льстить. Ты не понимаешь, о чем он говорит? Ну, чудовища говорят на своем языке чудовища. Количество фильмов, снятых, оно переходит в качество? Последнее время вопросы такого рода приводят к введению войск. Молчание, оно такое многословное. Зависит от контекста молчания. Они постоянно кричат и постоянно пьют. Берегись автомобиля. Великий фильм, он не про бухание явно. Ты его сейчас опустил. Я, конечно же, не философ и никогда не прикидывался. Гвозди. Очень соблазнительно иметь рыночную экономику и авторитарную политическую модель. Мы первыми не применим, но мы и вторыми не применим. Вот того ядерный щит, на него наложили большую кучу. Он подтвердил, что они достигли какого-то результата. Не будет этого особого отношения. Никто вам никаких одолжений делать не будет. Это вот в логике Путина. Если говорить о Западе, то он Россию рукой махнул. Вася Пупкин будет руководить этой страной или кто? Ну, мы отвлеклись. Вы занимаетесь своими вещами, я буду заниматься своими. Ну, это что-то невероятное. Как ты относишься к слезам Синдеевой? Сочувствие личное, да ради бога, сколько угодно. Но это не меняет сути дела. Ты, в принципе, в хороших отношениях с Навальным. Подайте в суд, в конце концов. Надо вести уголовную ответственность за русофобию. Неуспех в Украине потребовал глобализации, которая может позволить как-то это компенсировать, ну или как минимум не проиграть на широком фронте. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Специальный эфир лучшего радио о главных событиях в мире. 17 часов и 26 минут. Дорогие друзья, мы продолжаем наш специальный эфир, посвященный главным событиям в мире. Меня зовут Свизильбер. Со мной в студии мой коллега Виталий Новоселов. И гость нашей студии сегодня доктор Евгений Клаубер, Тель-Авивский университет, специалист по межэтническим конфликтам, специалист по Ближнему Востоку. У него есть монография, посвященная Ближнему Востоку. Просто нас спрашивают, является ли Евгений Клаубер востоковедом. Является в том числе и востоковедом. Он является. И да, нас просят поговорить про визит Путина в Минск к Лукашенко. Смотрите, мы, конечно же, поговорим об этом сегодня, но послушайте, мы видим сегодня такую удивительную картину, как все диктатуры в этом мире друг с другом повязаны. И когда начинает, например, трещать по швам Иран, то это сразу сказывается. Идет такая турбулентность, идет такая волна, которая сразу дестабилизирует все остальные диктаторские режимы, которые друг за друга держатся. Потому что от Ирана начинает турбулентность передаваться Асаду, начинает передаваться Путину, от Путина Лукашенко, от Путина туда в Бирму и так далее. Мы видим Мадуро, мы видим, как все эти диктатуры связаны, просто одна гирлянда такая, не стоит ее раскачать, как они все начнут сыпаться и звенеть. И я надеюсь, что мы доживем до этого прекрасного момента. Вот, поэтому, ну, я не знаю, ты хочешь прокомментировать визит Путина в Минск? Я думаю, что он приехал, потому что ему действительно важно показать, важно, чтобы Беларусь присоединилась к военной операции, но здесь есть одна большая проблема, если Лукашенко решает присоединиться, то есть он его добьет, то этой речи уже идет не о военной операции, а о союзе двух государств, которые, это уже европейская война. То есть, значит, это уже, это даст, мне кажется, это даст Путину легитимацию, это то, что он хотел бы. Мне кажется, что он не до конца уверен, хотя были, я уверен, что там были какие-то там предварительные разговоры с Лукашенко, и понятно, требования Путина понятны, естественно, Лукашенко за это захочет, захочет большую плату, это он умеет делать, он как бы умеет засовывать свою руку в карман России, но это, это геоли, то есть, тактически в войне это не поможет России, потому что речь идет, вся белорусская армия, речь идет там про не больше 30 тысяч солдат, даже, а в мобилизацию в Беларуси сделать невозможно, это опять люди выйдут на улицу и снесут режим, то есть, это мы увидим повторение того, что было при попытке выборов, а геополитические для имиджа, это внутри, это делается для, как пиар-акт для внутренней повестки дня, показать, что вот, присоединилась еще одна страна, вот мы теперь не одни, мы теперь не одни против НАТО, против всего НАТО, как бы есть два государства, и, но цена будет, конечно, цена глобальная, потому что, во-первых, нужно будет отплатить Беларуси, а во-вторых, ну, хорошо, если вы входите в войну, то будьте готовы, как бы теперь, что если ракеты с территории Беларуси будут падать на территории... Ракеты давно летали с территории Беларуси, но Лукашенко ведь тертый калач, он прекрасно понимает, что Путин войну проиграл. Крепкий орешек. Крепкий орешек, да. Тертый калач, он, вот его выступление на ОДКБ, где он сказал, что если Россия проиграет войну, то есть он допускает такую вероятность, я думаю, что он наедине с собой прекрасно понимает, чем эта война закончится, именно поэтому Путин до конца не знал, до конца не знает, какой будет результат. Именно поэтому было отменено послание федеральному собранию, потому что Путин хотел бы, ну, я думаю, что он бы хотел какую-то позитивную повестку принести, а так ничего же нету, невозможно говорить, как бы отвечать на вопросы, что нету продвижения в Бахмуте полгода и как бы и все. А так нужно было показать что-то позитивное для результатов этой операции и как бы превращение, то есть я здесь не один, это не я понапридумывал, вот сейчас ему Лукашенко рукой покажет, там вот где готовилось, это как вы знаете, то, что превратилось в виральное во всех сетях, вот этот ролик, в котором Лукашенко говорил, я вам сейчас покажу, где готовилось нападение, да? То есть это не я сам сумасшедший, то есть есть здесь как минимум два сумасшедших, да? И, ну, если мы не, как двое, это уже, да, действительно, здесь еще есть солидарность диктаторов. Знаете, я вам напомню одну очень интересную деталь. Когда только вот началась эта вот активная фаза войны, в конце февраля, была утечка, и в РИА новостях была опубликована статья, случайно, да, потом сразу же ее скрыли, но все ее прочитали и обсуждали, и эта статья раскрывала, в общем, стратегический замысел Кремля. Сергейцева. Да, абсолютно верно. Так вот, там говорилось, что после того, как вот это вот победное шествие произойдет, Киев будет взят там за три дня и так далее, после этого случится вот этот вот счастливый союз трех братских славянских народов Украины, Беларуси и России. То есть они как бы предполагали тогда, что не просто будет захват Украины, и Украина там, значит, соединится с Россией, но и соединится Беларусь. И сейчас выясняется, что не вполне себе Путин контролирует Беларусь. Он, конечно, безусловно, он ее как бы так частично и мягко оккупирует, потому что может пользоваться ее территорией, но тем не менее, он не может ее абсолютно полностью контролировать и распоряжаться, да, беларусской армией. И никак не может он это сделать. Поэтому мне кажется, что... И вторая деталь, когда случайно, вот странным образом, загадочно погиб Макей, не так давно, да, сразу же было объявлено, что Лукашенко прилетит к Путину, в Москву. А он... Путин не полетел. А он... А он так и не полетел, потому что, вероятно, он понимает, что если он туда полетит, то тогда у него значительно будет меньше возможностей лавирования и уйти вот дальше от прямого вступления в войну. Да, не хочет Путин понять, что речь идет про три народа, три разных суверенных государства, то есть два, Россия, Украина и Белоруссия, которые не часть какого-то другого союза. На самом деле, на этой неделе были опубликованы еще одни, еще одно расследование, которое вообще показало, что они... Там речь даже шла не о трех днях, а о трех часах. Там уже была... Идет информация о том, что в три часа дня они уже хотели... Там в их распорядке дня было три часа дня уже парадных хрещатики проводить. И... То есть, эта речь даже не идет про три дня, а про три часа. Но настолько разведка не сработала и настолько не сработала американская разведка в первую очередь, которая должна была доставить. Бернс должен был, когда он в декабре приезжал, прилетал в Россию, он должен был сказать Путину, какая ситуация в Украине, что будет, если Россия нападет. Но эта информация просто не поступила. У американской разведки были свои интересы это скрывать. Но в конце вот вышла такая ситуация, что... Послушай, мы с тобой как-то обсуждали тут все эти конспирологии, все эти шаманские верования, все эти ритуалы, за которыми идет Путин, но на самом деле эта война родилась просто вот на такой плодородной почве конспирологических теорий, но вот сейчас появилась новая, на нее обратил внимание Станислав Белковский, значит, цитирует сейчас выступление Ковальчука на каком-то научном форуме, где выступал Путин, там перед учеными, а Ковальчук у Путина отвечает за науку, и, значит, теория теперь такая пошла, значит, есть некий гейдельбергский клуб, элитарный, на самом деле это мировое, теневое мировое правительство, это вот эти самые, не знаю, жидомасоны, которые, которые управляют миром, и гейдельбергский клуб в последнее время недоволен человеческой цивилизацией, потому что человека, современного человека непросто сделать рабом, поэтому они решили человечество заменить, они в биолабораториях, значит, выращивают генетически модифицированных людей, у которых подавлена воля, и которые создаются только для того, чтобы быть рабами, вот этими, значит, генетически модифицированными людьми они хотят заменить все существующее человечество, для этого они поощряют ЛГБТ, гей-пропаганду, для того, чтобы все европейцы превратились в геев, и перестали размножаться, а те страны, где ЛГБТ-пропаганда запрещена, такие свободолюбивые страны, например, как Россия и Китай, значит, там они будут использовать смертоносные вирусы, для этого были построены биолаборатории в Украине со всеми этими гусями, с комарами, которые, значит, на основании генетических материалов россиян будут разрабатывать биологическое оружие, вирусы, которые будут поражать только, значит, свободолюбивых россиян и свободолюбивых и, значит, иммунных к ЛГБТ китайцев, вот таким образом, такой план, коварный план Дельбергского клуба, уничтожить все человечество, населить его биороботами, которые будут им вечными слугами и вот вечно так почивать намного. Конспирации, вечные конспирации, но Кремль живет конспирациями, вот мы же говорили тогда еще и про шаманов, еще и про роль астрологов, которые предсказывали и пытались повлиять на дату начала спецопераций. Сейчас шаманы, мне кажется, отошли на второй план, вот я только видел, что недавно шаманы прислали юрту, чтобы она помогала прятаться от хаймарсов, это очень практичное средство, то есть заходишь в юрту и сразу все хаймарсы будут лететь мимо или каким-то образом, как они в этом своем воображении, но режим в любом случае всегда был, всегда зависел от оккультизма и об этом много говорят в российских сетях и мы говорили про профессора Соловья и про других, которые занимаются и которые более близко за этим следят, мы это все равно то, что мы можем наблюдать отсюда, но даже то, что мы можем наблюдать отсюда, то есть какая-то связь с миром потусторонним, то есть мы видели, что в Перу шаманы молятся и проводят ритуалы за здоровье Путина, для того, чтобы у него энергии какие-то плохие подошли. Да, да, в воду. Да, ну там очень много на самом деле примеров, как бы это целое на самом деле написано на эту тему просто очень много. Но тут это относится конечно к аспирации, но я к тому, что как эта теория конспирации объяснит, это же все окземарон, все происходит с точностью наоборот, потому что сейчас в Европе и в Америке парадоксально те, кто выступают за сохранение семью, это однополые браки. То есть однополые браки борются за семью в то время, когда мейнстрим как бы стрейт обычные браки они распадаются. Больше половины матерей больше 40 лет в Америке это матери-одиночки. Это первый раз это просто сменились стандарты. Сейчас семьи обычные нормативные распадаются, а те, кто хотят семью, те, кто хотят семью, это те, которые выходят за юный секс ЛГБТ, те, кто хотят на Западе. ложь Путина и пропаганды становится на самом деле, если мы видим, что на самом деле ЛГБТ борется за семью, то, чего нет у самого Путина, где семья Путина, где, о чем, как можно говорить про... Кстати, с удовольствием рожают детей ЛГБТ, семьи. Во-первых, кто сказал, что ЛГБТ не могут иметь детей, они имеют детей, и они сейчас, и они борются за то, чтобы у них были права иметь детей, и они борются за свои права иметь семью, то есть они парадоксально больше за традиционные ценности, чем нормативные семьи, которые распадаются так, просто так. Да, только давайте не будем об этом говорить Ковальчуку. Вообще, конечно, каждый раз ты думаешь, ну все, это уже дно, это дно, и оказывается, что можно еще проваливаться и проваливаться, но я не знаю, какого надо быть уровня, насколько надо быть невежественным человеком, чтобы вот это вот, во всю вот эту херню, вот с сатанистами, с биолабораториями, с боевыми гусями, с боевыми комарами, вот это вот. Ну, это традиционное, традиционное общество, вот Дугин ясно сказал, вы видели, может быть, пост Дугина на этой неделе, он сказал, все, Россия должна переходить из модерна в традицию, лапти, кинуть телефоны, перейти на царя, перейти полностью, вся система должна стать вот абсолютной монархией и только царь там должен всем рулить. А ездить на каретах? Да, ездить на каретах, он там описал полностью, он написал... Народ хомяк, народ бурундул, это уже проханок, это уже проханок. Все о том же, возвращаемся в землянки, в избы... Именно так было написано. Говорят, что фарш уже нельзя провернуть назад, а они считают, что все-таки можно его как-то провернуть назад и победить время, победить будущее. Да, но дело в том, что он посылает этот текст на дигитальном телеустройстве, которое было... И он в это время... И он... Даже когда мы подходим к этому философски, с чистой логикой, да, мы говорим про модерн и традицию. Для того, чтобы уйти в традицию, нужно отойти от модерна. То есть нужно... Нужно отойти от чего-то. Значит, ты должен быть в модерне и отойти от него обратно в традицию. То есть ты не можешь... Ты не можешь просто быть в традиции без модерна. Мы не можем вернуть время с пять и вернуться в какой-то 13-й век. Это же... Но это же дичь. Это невозможно, даже если Путин подпишет соответствующее указание. Дорогие друзья, мы сейчас делаем еще одну небольшую паузу. Реклама ВФМ в социальных сетях. Вы увидите видеозарисовку и наши промо. Пока вам нечего делать, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, делайте репосты, делитесь нашим контентом с вашими друзьями и подписчиками в социальных сетях. Ну, вы сами все знаете. Ютуб и Фейсбук. Мы называемся «Лучшая радио Израиль». В Фейсбуке у нас есть еще один канал, который называется «Гвозди». Для эксклюзивных интервью отдельный канал у нас есть. И в Телеграме мы называемся «Обзиратель». Подписывайтесь на социальных сетях. Продолжим через несколько минут. Советское кино, как любой кинематограф, включая французский, на 90% состоял из шлака. Я бы лучше послушал бы Баха. Ну, Бах, конечно, лучше, чем я и чем Дудь. Этот фильм, предположим, говно. Вот это кликабельная была фраза. Критик, он стоит чего-либо? Ну, я стараюсь себе не льстить. Ты не понимаешь, о чем он говорит? Ну, чудовище говорят на своем языке чудовище. Количество фильмов, снятых, оно переходит в качество? Последнее время вопросы такого рода приводят к введению войск. Молчание, оно такое многословное. Зависит от контекста молчания. Они постоянно кричат и постоянно пьют. Берегись автомобиля. Великий фильм, он не про бухание явно. Ты его сейчас опустил. Я, конечно же, не философ и никогда не прикидывался. Гвозди. Когда человеческие ценности станут выше, чем бредовые имперские мечты, тогда война закончится. Ведь она же могла не начаться. Ну, что ты за чушь несешь? Почему ты такое говоришь? Ты всю эту кухню знаешь изнутри. Подождите, подождите, но Азов, это же нацисты. Я видел много документальных фильмов. Русские ведут себя как настоящие оккупанты. Народ должен жить. Красные придут, грабят, белые придут, грабят. Да, но у нас демократическая система, там нет. Это не та угроза, которая сломит украинский народ. Сдача Херсона буквально за один день. Это совокупность предательства, дурости и беспечности. Надо все-таки что-то с Путиным делать. Путина найдут, как и Сталина, в луже мочи обоссанным на полу. Когда же может произойти вот такой коренной перелом? Сначала выжимем, потом разберемся. Гвозди. 17 часов и 45 минут. Дорогие друзья, мы продолжаем наш специальный эфир. Гость нашей студии доктор Евгений Клаубер, политолог Тель-Авивского университета. Со мной в студии также Виталий Новоселов, мой коллега, меня зовут Свизильбер. Мы продолжаем разговор. Катер, который вложил огромные миллиарды в Олимпиаду, в чемпионат мира по футболу и сегодня очень много критики выливается в адрес Катера, хотя они, видимо, рассчитывали на очень хороший пиар, но мы видим на поверку, мы видим еще одну диктатуру, причем довольно кровавую, но вот она скрыта под таким вот позолоченным лоском шейхов, миллиардеров с килограммовыми бриллиантами, которые все могут купить, которые могут своими инвестициями и спасти экономику любой страны, и которые вот все перед ними преклоняются, у которых очень-очень много денег. Вот эта магия денег прикрывает то, что на самом деле это совершенно такая кандовая и кровавая диктатура. Вот Катер — это очень интересная страна с точки зрения политологии. Магия денег. Это не только... Мы обсуждали Катар и Аль-Джазиру, и братьев мусульман столько, так много лет, но на самом деле логика остается на то же. Это действительно магия денег. Вот взяли, подкупили европейских чиновников. Сейчас в Евросоюзе скандал, то есть миллионы были переведены на счета членов Европарламента, там... Эва Каили. Да, да, кстати, из Греции. И, значит, и они как бы лоббировали катарские интересы. То есть это новости последних дней, но на самом деле это практика, которой Катар пользуется все эти годы. И братья-мусульмане, которые они спонсировали, это они вместе с Турцией. То есть это турецко-катарский альянс. Мы про него уже очень много говорили. Но на самом деле то они сделали хорошую работу в плане, ну, как бы, если смотреть их перспективы, зачистки возможных скандалов и провокаций во время чемпионата. Потому что были, оказывается, сейчас заведены там дела, там были, там была и девушка, которую арестовали, которая там оголилась, и там были и... Пусси-райот. И пусси-райот, которые на самом деле сделали такого рода провокацию в 2018 году. это был тоже чемпионат мира, и там они тоже выбежали, если вы помните, на поле, на поле, на футбольное поле, и они даже там, одна из них, пожала руку вот этому Киллиану Мбеке, который от Франции играет, который сейчас... Киллиану Мбаппе. Мбаппе, Мбаппе, мы надеемся, что мы произносим правильное имя, но действительно был план сделать такого типа провокацию на данных играх в Катаре, и они это как бы смогли превентивным образом очистить от провокаций. Хотя были другого рода провокации, нельзя тогда, когда идет авторитарная такая и медиа, и очень авторитарный режим на самом деле. Действительно очень тяжело как бы держать, тем более, что ты пускаешь к себе чужих людей, очень много чужих людей. Но вот мне кажется логика Томима, Эмира Катара, такая, что как бы качайте свои права как бы в Европе, не у меня как бы. Как бы здесь оно очень-очень такой патриотизм, это не просто авторитаризм, как вот мы видим диктатуры в 20 веке, а здесь он такой очень как бы заботливый отец своей нации, и он как бы не хотел бы, чтобы там аутсайдеры какие-то там делали провокации, он так вложился, он так красиво всех принимал. И вот он, и вот чтобы в конце осталась на на хедлайнс какая-то группа Пусси Райдс, которая приехала делать провокацию специально и как бы воровать внимание и воровать имидж таким образом. Так они это видят, поэтому так жестко с ними обходятся. Ну, слушай, Катар это страна, где иностранных рабочих в 4 раза больше, чем собственных граждан, эти иностранные рабочие никогда не получат никакого гражданства в Катаре, и эти иностранные рабочие им всем жизнь пятак, то есть сколько их 400 человек кажется погибло при строительстве этих объектов, да, то есть лучше завести туда тысячу бангладешцев и пакистанцев, чем купить один подъемный кран. В Абу-Даби тоже никто не говорит про тогда, когда строили все эти самые, там, у них же все самое, самые высокие здания в мире, там тоже были протесты, и на самом деле рабочие там бастовали, они их там, и многие погибли, там были серьезные протесты, естественно, когда туристам это все не рассказывается, поэтому там идет очень такой нарратив, своего рода пропаганда. Давай поговорим о Карабахе, что там сейчас происходит, я так понимаю, что Азербайджан изолировал вот эту населенную армянами часть Карабаха, которая осталась от республики Арцах, так называемой, да, изолировал основной части Армении, и что будет дальше? Там, я так понимаю, у Армении очень плохая ситуация. У Армении очень плохая ситуация. Это результат, на самом деле, того, что слабеет Россия. Когда слабеет Россия, на фронте в Украине, на самом деле, забирает, на самом деле, и войска, и ракетные установки из Сирии, из Армении, из Ливии, это все концентрируется в Украине, тогда понятно, что, когда меняется этот эквилибрю, меняется равновесие, то понятно, что такие игроки, как Турция, то есть Азербайджан, они в этом видят свою возможность еще схватить несколько километров. На самом деле, там не несколько километров, там с сентября, в сентябре было такое, там серьезное обострение, там порядка 300 человек погибло, там 100 со стороны Азербайджана и примерно 200 со стороны Азербайджана, и 100 со стороны Азербайджана, 200 со стороны Армении, но они присоединили еще 10 километров вот в последние дни, и это присоединяется к тем 40 километрам, которые они присоединили, то есть порядка только с сентября еще 50 квадратных километров, То есть постсоветская империя распадается буквально по метрам, еще одно село, и оголяются армянские поселки, они сейчас как бы выходят так, что они на линии фронта, это реально опасно стало там. И вот сейчас опять еще одна активизация, то есть все время, когда мы видим, что Россия ослабнет, значит в этот вакуум заходит Турция, это происходит в Сирии. — Путин уже продал Армению Эрдогану? — На Армении он и так, из-за того, что вообще в Армении демократическое правительство, несмотря на то, что есть союзы, стратегические союзы, там российская база находится в Армении, Путин не любит вообще демократические, у него нету солидарности с демократическими выбранными, естественно, Пашиняна. А Азербайджан со стороны Турции, и тут Турция давит, понятно, что и как бы на самом деле Израиль здесь тоже играет совершенно нейтральную роль, и Турция давит на Армению. И вот только они же подписали какое-то мирное соглашение, которое просуществовало буквально несколько месяцев, они его подписали где-то в середине сентября. И вот сейчас возобновляется обострение. — Слушай, ну вот это, по-моему, результат последних 30 лет, когда Азербайджан развивал свою экономику, строил, ну это тоже как бы не демократия, да, но он строил серьезную экономику, использовал ресурсы, в том числе и свою нефть, и так далее, и так далее. Но он, в общем-то, построил более-менее такую западную экономику, построенную на инвестициях. Армения же превратилась абсолютно в российскую колонию, причем колония, которую Россия эксплуатировала, ну примерно как в 19 веке эксплуатировали свои колонии в Африке. То есть просто высасывала оттуда все соки, ничего не давая взамен. И вот как результат получилась эта Карабахская война, и сегодня Армения в очень тяжелом положении, и на Путина и рассчитывать не приходится. Ну, не знаю, наверное, только на Францию они могут рассчитывать сегодня. — Ну, диаспора может поможет, но диаспора, на самом деле, армянская диаспора, одна из сильнейших диаспор в мире. Но диаспора может помочь в плане гуманитарном. Диаспора никогда не влияет на геополитические процессы. А геополитический процесс здесь таков, что то, с чем Россия сражалась, это вот если мы подводим итог этого года, это было как бы распространение НАТО на восток, то пришли как бы еще более... То есть Россия сейчас не просто входит, как бы, Украина становится де-факто, как бы, членом НАТО, хотя де-юре, понятно, что она еще... Это процессы, это еще можно взять долгие годы, но де-факто... — Нет никаких сомнений, что Украина будет в НАТО. — Да, значит, НАТО находится со стороны Украины. НАТО — это Турция, и, значит, Азербайджан. У них совместная база, это стратегический альянс между Азербайджанами и Турцией. То есть со стороны Каспийского моря тоже подкрадывается НАТО, со стороны Северной Европы присоединяется Швеция, Финляндия. То есть все геополитические... Это вот где нужно подводить итог. Хотели отодвинуть НАТО обратно, то есть вы помните, вот эти же числа декабря только 2021 года, ну, ровно год назад. Ну вот, как его я забыл, в ООН от России выступал, говорил, что Россия должна убирать... — Не бензия. — Не бензия, да. Убирайтесь к границам, он же сказал, 97-го года, да? Значит, и вот проходит год, и НАТО реально приблизилось. И есть даже точная статистика, точное количество километров, насколько... Подлетное время из Финляндии до Санкт-Петербурга очень-очень маленькое. Все на этом. Евгений Клаубер, преподаватель политологии Тель-Авивского университета. Большое спасибо, благодарим тебя за то, что ты сегодня нашел время и был с нами этот час. Спасибо за эту очень интересную беседу, и будем тебя приглашать. Дорогие друзья, на этом все. Наш специальный эфир подходит к концу. Я хочу еще раз поздравить всех с праздником Ханука, Хагорим Самеах. Я благодарю моего коллегу Виталия Новоселова, который тоже был с нами этот час. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться, если вы еще почему-то до сих пор не подписаны, репостить и оставлять комментарии, писать в нашем чате. Всем здоровья и терпения, Украине победа, и до новых встреч. Специальный эфир лучшего радио о главных событиях в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!